Всем доброе утро! Мы сегодня отдыхаем, поэтому с утра пришли покушать. Очень интересное место. Сейчас я вам его покажу. Вот такое вот небольшое заведение. Здесь вот несколько столиков, потом вот туда вот еще идет один зал. Очень интересные здесь картины, цветы. Вот такой вот классный дворик. Здесь эта еда не славится блюдами из тофу. Здесь много разных блюд. Это очень полезное для здоровья. Здоровая корейская пища. Люди, которые приходили сюда по отзывам в интернете, в основном пишут один и тот же отзыв. Все тофу, которое я ел до этого, это было не тофу. Здесь я попробовал действительно настоящее тофу. Я думаю, что это очень вкусно. Мы сейчас вкусненько поедим, а потом пойдем в больничку. Мы хотим пройти обследование. Мы уже один раз приходили туда, спрашивали, что как вот нужно прийти заранее, ответить на несколько вопросов по здоровью, получить лекарства, которые нужно пить перед обследованием и получим диету. Придется соблюдать диету 3 дня до обследования и потом прийти на само обследование. То есть в Корее обычно такие полные обследования, то есть сверху донизу самые такие основные пункты. Там, естественно, не полностью все, а полностью все. Сложно обследовать, но самые такие основные пункты. И такое обследование обычно где-то в 30 лет, до 30 лет, там, ну раз в 5 лет проходить здорово. Ну а после 40 вообще лучше каждый год проходить. Вот, поэтому пойдем на такое обследование. Муж еще ни разу не был, я тоже, тем более не была в таких обследованиях. Но в Корее это все очень быстро, грубо говоря, за 2 часа. Куча-куча всего проверяется. Корейцы все, пале-пале, быстро-быстро. Первое блюдо. Надо покупать гидновасица. Слушайте, так вкусно. Сюда как раз ходит тофу, еще много всего. То есть похоже на вкус, напоминает как кабачковые оладушки, но здесь нет кабачка, здесь тофу и еще ростки, ростки, ростки бобовые. И это фарфирм, по-аму, это вкусно. Номар, хорошо. Еще панчаны, закуски, как сюда. И сейчас придет главное блюдо. И основное блюдо. Вкуснота, вкуснота. Приятного нам аппетита. Ребят, обалдеть, реально так вкусно. Вот всем иностранцам, хочу сказать Все, кто пробовал тугу В каких-то Едальнях, может быть, или в супермаркете Покупал Реально, это не сравнимо Вот я тугу из супермаркета Ну, так тебе То есть я кладу его иногда в супчик Но особо много не ем, потому что Ну, не знаю, как-то не сильно я Понимаю его вкус Но здесь он настолько вкусный Что я вот только его и ем То есть, как бы, в принципе, суп по большей части Состоит из него Очень вкусно, обалденно И в Корее считается, что Если вы каждый день будете есть тугу То вы будете здоровы Каждый день в деле съедать По два яйца и порцию тугу И будет все отлично Зашли в больничку Записались на пятницу На осмотр, слава богу, сказали Вроде можно без лекарства Потому что диету соблюдать не обязательно А сейчас пришли в стоматологию Сходили мы и к врачу, и к стоматологу Везде сходили В среду пойду лечить один зубик Там он как-то не очень хорошо себя ведет Надо его подлечить А в пятницу пойдем на обследование Сегодня у нас в этой неделе будет прям Такая больничная По врачам, по врачам По стоматологам по врачам Но надо проверить здоровье Надо подлотать зубы Надо все сделать Что же профессиональный соблюдатель У нас намекает Осторожно В прямом Но довезем, я не плачу ни ката Я не плачу ни о чем К explained live И я не плачу любви Я не плачу любви Ты не плачу все Не плачусь Все мои Я его купил но больше не плачу Все это плачу? В мире? Это не правда Стоматология в Корее достаточно дорогая Я уже не первый раз сталкиваюсь со стоматологом в Корее Я два года назад тоже лечила один или два зуба Мне вырывали зуб мудрости Но вырывать зуб мудрости это входит в страховку И это было недорого Я... уж и не поднялся На самом деле, я не поднялся 50,000уныет? 50,000уны не поднялся А что если он требует, то это очень мало Если уже лечить зубы, пломбировали, пломбу Это конечно дорого Если нужно ставить имплант, то это вообще, естественно, дорого, это везде дорого, поэтому стоит подлечить все зубы, если вы едете в Корею на какой-то неопределенный срок, подлечить все зубы в Россию и потом приехать в Корею. Ну, если вы живете в Корее, как я, то тогда как бы никуда не деться, тогда никуда не деться, придется лечиться здесь по здешним ценам, поэтому кариес где-то маленький, в принципе, в маленьких клиниках, ну, совсем маленьких клиниках, можно там, ну, за 250 тысяч, не знаю, возможно, где-то есть. В основном где-то маленький кариес 300 тысяч, побольше кариес, то есть с пломбой такой хороший, за 500 тысяч вон вполне нормально можно поставить. Вот, если это уже идет пломбирование каналов, удаление нерва, то там уже 600, 700, 800, в зависимости от того, какой сложности. Если там несколько этапов нужно, то там уже будет в районе 700, 800, вот, если это будет коронка, то к лечению будет добавлена еще там коронка, на коронку там тоже еще может быть по 250, по 300 тысяч вонт. То есть лечение зубов в Корее достаточно-достаточно дорогое удовольствие. Поэтому корейцы чистят зубы каждый раз после еды, корейцы чистят зубы в день очень много раз, вот, я тоже уже давно-давно переняла такую привычку, вот, это действительно хорошая привычка, то есть ты поел и сразу пошел чистить зубы, у всех на работе с собой щеточки, там в школе у всех с собой щеточки есть, такие кейсы в наборе, и это вполне нормально, где-нибудь в общественных туалетах, в общественных заведениях, в туалетах, увидеть людей, которые чистят зубы. А еще, да простит меня Аня, девочка, которая делает мне паникюр, я просто отрезала себе ногти, они просто настолько выросли длинными, что было, ну, очень неудобно, поэтому я их просто сегодня отрезала. Кстати, отсюда видим нам санк. 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 В отрезала себе табло, нligt, чтобы было неудобно, но в съемке с собой тоже его не потеряли. Санк. 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 Огромный выбор хлопьев. А вот так вот упаковка подклеивает подарки, то есть бесплатный сервис, ну прям даже вон, в какую коробку подарок. У нас в этот раз получились две коробочки такие, одна тут полегче, тут в основном коробки много места заняли, вот, вторая здесь, что потяжелее. Взяли хлопья, потом чокопай, тут по акции две коробки сразу шли, грибы, потом вот такое вот кимчабан, это уже измельченный ким с разными добавками, очень здорово добавлять к рису, такой солененький, получается очень вкусно. Потом вот такая вот заправка на чумок пап, в принципе, можно и такое заправлять, мы решили взять еще отдельно, мы привыкли к этой заправке отдельно, а кимчабан взяли отдельно. Рамен, конечно же, капсулы для американо, он берет лунго, потому что американо, который вот здесь вот от этого, он очень слабенький, лунго идет больше, более такой крепкий, поэтому делаем из него айс-американо. Лапша на спагетти, и взяли, раз у нас теперь есть духовочка мини, взяли вот такой вот набор юного пекаря, попробуем, что из этого выйдет. У меня вообще нет опыта в том, чтобы печь и запекать что-то в духовке, поэтому взяли, здесь уже сразу наборчик, что, как, куда, как сделать, попробую сделать макаронки. Вторая коробка, здесь сыр тоже для запекания, для бутербродов и так далее натертый, это моцарелла, мясо для супчика и говядина просто пожарить. Потом вот такая вот ветчина в нарезке, молоко, грейфрут, мука, в прошлый раз на блины последняя ушла, картошка, ток, листочками он на тук-кук, две упаковки нашего любимого соуса на пасту, потом тонкасы, вот этот шницель, здесь помидоры, морковка, молоко, здесь банановое 4 и 2 клубничных, и пиво. Все. Сегодняшний вечер заканчивается просмотром Дорамы, кто узнает по стоп-кадру. Обычно смотрим сериалы, пока кушаем, времени 13 часов, вот, посмотрели одну серию, пока кушали, в итоге так интересно, говорю, давай посмотрим еще одну. Зачем нам спать? Давай лучше посмотрим еще одну. Досмотрели пятую серию и решили, все, пора спать, завтра мужа на работу, мне тоже рано вставать, поэтому надо ложиться спать. Вообще Дорама называется Король, The King. Кто угадал с того маленького экранчика на стоп-кадре, те молодцы. Такая, знаете, типичная Дорама с таким типичным сюжетом. Он, король, такой прям, мх, она обычная девушка, ну, не совсем обычная, да, полицейский детектив. Вот, но тем не менее, такой типичный сюжет, но при этом завернут все еще под очень интересную фантастическую историю с разными подысториями, которые друг с другом пересекаются и открываются в каждой серии. Вот, поэтому, казалось бы, немножко такой банальный сюжет, когда мужчина такой весь ах, и женщина вначале ни во что его не ставит, да, а потом узнает об этом. Вот, но тем не менее, очень, очень интересно завернутая ситуация, поэтому, если вы не смотрели эту Дораму, то посмотрите, называется Король. Там, по-моему, что-то еще, что-то еще, Король Вечный что-то там, не видела до конца названия, Король Вечный что-то там, вот. Все, будем ложиться спать, 2 часа ночи. Всем спасибо, что посмотрели этот влог тоже, всех вас люблю-люблю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok